проповеди, потом беседы с баптистами. И я склоняюсь, что перейти обратно в православие, я же там был уже пять лет, но перешёл из-за иконы, мощи. Но я хотел бы спросить некоторые вопросы. Я вот с Никитой говорил, ну, ваш ученик, который в Украине. И хотел спросить про тысячелетнее царство, некоторые вопросы. То, что я всегда по православному, честно говоря, верил, что будет суд, страшный суд, и все будут судиться. И в воскресенье в один сразу всё будет. А потом узнал, что, оказывается, у них это официальное учение. Ну, у нас, я же член церкви, у нас. И я не могу это принять, что это, я считаю, лжеучение. Но есть у меня вопросы, которые я не знаю, как ответить, потому что, помните, стихи такие, что на суд не приходит, и верующий не судится. Как вот это понять? Верующий в него не судится, а неверующий уже осужден. То есть суд, я отвечаю сразу вам, суд это так бывает, свидетель, и который судим. На суде будут все, но одни будут судимы, а другие будут свидетели. Почему? И сядете на престолах двенадцати. А дальше Павел пишет, если вами будет судимы и ангелы, то неужели вы простые дела не разрешите? То есть он здесь судом называет само присутствие на суде, а и другое, когда человек приходит на суд, что он осужденный. Это большая разница. Верующий не приходит на осуждение, он уже оправдан. Но на суде он будет, как свидетель. Люди могут сказать, ну, такая обстановка была, советская власть, они скажут, а мы же в это время жили, мы обратились, почему же вы не обратились? Они свидетелями будут, что можно было в любое время обратиться, познать любовь Божию, и жить в Боге, быть Вадимом Духом Святым. Ну, мне так просто сложно с первого раза понять. Ну ладно, я как бы, я... Вот вы же тогда мне рекомендовали Геннадия Фаста, да? Да. И я вот прочитал про Откровение, вот как раз 20-я глава, которая об этом говорит, да? Да. И, ну, вообще прям, ну, там все железобетонно, но как можно верить вот в это тысячелетнее царство, я вообще не понимаю, что это такое. Как это можно принять, что, как вы говорите, в 360, там написано, в последний день воскреснут, а тут в 365 тысяч дней ошибка, да? Тысячу лет? Ну, это вы говорили, это не я. Ну, так это так, действительно. Это хелиазм, это ересь была первые века еще, и Тартулиан от этого придерживался. Ну, тут все, данных мы даем ни один, ни два. Я как-то беседовал в Новосибирске с баптистами, но они любят, чтобы, по слову Божьей, никуда не отклоняться. Я им на память только 72 места Писания привел, а они 4, что ли? 72. Определенно, четко, в последний день. Слово в последний день 4 раза только в одной главе 6 Евангелия Тиана говорится. Последний, за ним ничего нету. Ну, последний день в году, 31 декабря. Последний день вселенной. Дальше ничего нету. Как это можно было не видеть? И воскрешу в последний день, Господь говорит, и суд в последний день. Да, а вот есть еще... Мне не очень понятно, да, вот такая тоже 20 глава, что с 4 по 6 стих, что увидел я престола, сидящих на них, которым дано было судить, и души обезглавленных за судейство Иисуса, и за Слово Божие, которые не поклонили звери ни в образу Его, и не приняли на черта, ни на чело свое, но и на руку свою. Они ожили и царствовали со Христом тысячу лет. Вот как вот это понять? Это означает период тысячи лет, там определенное еще, как говорится, время евангельской проповеди. От распятия Христа и за 3,5 года до кончины. И вот в это время они духовно ожили и царствовали со Христом. Мы же не сами живем, а мы дети Его избранные, мы живем в царстве Христовом. Царство Божие не придет приметным образом. А что это? Праведность, мир и радость во Святом Духе. Не пища и питье. Да, это я согласен. А как понять, которые не поклонили зверю и образу Его? Это же про Антихриста говорится. Да, но однако и сегодня уже Антихрист действует во всю силу, как надо ему. То есть какой Антихрист? Те, которые не признают Христа спасителем мира. Об этом говорит евангелист Иоанн в 3-м послании. Кто не исповедует Христа, пришедшего во плоти, Антихрист. А, Дух Антихриста? Там как-то так, Дух Антихриста, да? Да. Да, поэтому, понимаете, слово Антихрист, мы не можем так вот только 3,5 года. Антихристы, их появилось много Антихристов, Иоанн пишет еще в 1-м веке. И они жили и царствовали со Христом. То есть, я царствовал где? В эпоху греха. Я не знал ничего, но от чего-то Бог спасал. А теперь мы со Христом царством. Надо же напоминать о грехе, не надо, мы страшимся. Запах смертоносный. Да. Ну, здесь, да, ясно. И мне еще, знаете, было непонятно, что получается, я так прикидывал, да? Ну, ладно, давайте я попробую принять вот это тысячелетнее царство. Ну, тогда получится несколько пришествий Христа, там, то ли 3, то ли 4. Как так может быть? Когда написано, во второй раз явится для ожидающих вас спасения. Во второй раз. 9.28 евреям послание. Во второй, ни в третий, ни в четвертый. Тут все у них разваливается, никак нельзя. Ну, вообще. А еще вопрос тоже про эту тему. Верующие будут вознесены, да, прямо в этот же день. Да. А потом в суд. А как получается? Их вознесут, а потом на суд опустят как-то на землю? Или как это? Эти подробности мы не можем говорить в каком порядке. Оно берет иногда общий план, а иногда отдельно детали только разъясняют. И в среднем его вознесено будет Господу. Да, так. И далее начинается суд. Перед престолом Божьим протекает огненная река. Об этом Даниил пишет. И через эту огненную реку все пройдут. Праведник выйдет как золото очищенный, а нечестивый выйдет как обугленный, но он от уничтожения спасется. Не как адвентисты седьмого дня. Говорит, он и сгорит, как солома. Нет. Человек неуничтожаемый. Он по образу Божьей создан. Вот и все. Вас понял. И еще вопрос такой хотел спросить. Вот мы с Никитой как раз говорили на эту тему. Я говорю, вот у вас школу Игнатия Тихоновича вы прошли, но вы сейчас в свой храм придете и вы увидите там торговлю храме и вы увидите там мощи вот эти мощевики расчлененные. Вы же как бы по отцам доказывали, что так нельзя делать. Правильно я понимаю? Вот. И как допустим Никита или ваши ученики как они могут с этим мириться в храме в православном и что делать вообще? Мы же не все допустим в вашей общине можем быть. Кто-то там в Украине кто-то там еще где-то. Вот. Как-то так поступать, что делать. Любое событие надо рассматривать с позиции вечности. Смертельно это или не смертельно? Нет. Отвращает от Бога. Если так разберемся, оно не может отвращать то, что свято. Господь это внестилище Духа Святого. Они жили в этом. Резать нельзя. Это нельзя определенно. Вшивать куда-то нельзя. А мощи? Мощи всегда они сделали великий плащ о Стефане. Не просто бросили. Когда Стефан был первомышленным. И поэтому ну есть они и есть. Ты к ним не прикасаешься. Там под стеклом лежат. Это не как вот баптисты приходят, а я вот я принимаю все, но я не могу понять, почему посредники должны быть тут. Прямо напрямую ко Христу. Ты против не говори. А то, что молятся, тебе потом дойдет. Вот как так? Мы приступили к духам праведников, достигших совершенства, Павел. А впереди написано ко Христу, к ангелам, как молитвой. Как вы к духам праведников, достигших совершенства, приступите? Другого нету. Павел был здесь, понимал. Ну мы верим, что человек не умирает. И поэтому сегодня я говорю апостол Павел, моли Бога обо мне грешным. Потому что если он на Луну взлетел там какой-то Нейл Армстронг, я могу сказать, что он молился за меня. Почему не сказать, когда он освобожден от бренного тела и уже с Богом пребывает? А что они там могут знать? Ничего подобного. Мы иначе сказать не можем. Мы в Библии встречаем неоднократно, когда люди, находящиеся там уже, даже здесь 6 глава 9 стих прямо говорит, под жертвенником. Да коли владыка не сивш, закромь нашу. То есть они знают, что отмещение не наступило на земле. Откуда они знают? Да, откуда знают? Это дано знать им. И поэтому наши молитвы там и дано им было обречься там дальше в одежду праведную. А вот у меня да, да, говорите, я прошу простите. Да ладно, скажи, говорите. У меня просто такие вот слова, еще знаете, был такой Акафист, я не помню, то ли Сергею, то ли Серафиму, что там такие слова колено преклонно отцу нашему святому там Сергею или Серафиму помолимся. Вот меня смущает. А просто не смущает, потому что мы читаем в Священном Писании людям всегда кланялись. И мы найдем об этом много мест Писания, там, ученики у Елисея и Палия лесом до земли. Мы кланяемся, знаем, чему кланяемся, Христос говорит, а вы не знаете. Притом, мать Соломона заходит, кланяется ему до земли. Таких моментов это мы знаем, ни один, ни два, и что, они согрешили? Нет, конечно, это знак почести, это никогда, нигде не было отрицанием. Притом, если бы один раз где-то, а то мы многократно это встречаем, и ангелу кланяются, Маной поклонился. Ковчегу там, храму, да? Да, мы же храмом Бога являемся, и поэтому поклонился, ничего в этом нет. Она шла и кланялась, они, Христа-то за Бога никто и не считал, даже апостолы, а перед ним как? Падали низ, низ. Мать поклонилась, братья там, ничего тут такого нет. Но только в уме ты знай, поклон это Богу, я Богу кланяюсь, а поклонился ангелу, это ангельское поклонение человеку и человеческое. Вот, а когда Петр поклонился, Петру поклонились там, когда это, то он сказал, я человек. Так если он человек, что доказывать? И так видно, что человек, то есть внутри себя, он кланялся как Богу. Почему? Иерархическая лестница, человек, ангел, Бог. И вдруг ангел является Корнелию, и не говорит, а скажет Петр, значит, кто-то выше меня скажет. А язычники очень легко, людей обожецляли. Вот у Павла ехидна повисло, ой, преступник, спасшийся от бури в море, Бог здесь карает. И вдруг, и они переменили мысли и сказали, уже жертву приносить, считаем, говорит, быка за рога и уже. И Павел разодрал одежду, что вы делаете, я тоже человек. То есть язычники легко боготворили людей, когда видели действия их, несовместимые с обычной человеческой жизнью. И воскрешали они, как Петр, там, Тавифу воскресил. Тут надо понимать, что такое. И говорит, и ангел сказал, говорит, он поклонился, когда ангелу, Иван Богослов, откровение, ангел говорит, не кланяйся, одному Богу поклонись. Почему? Потому что в 20 главе ангел, который связал с сатаной, это Христос. Ему имя ангел с большой буквы. Ангел. И человек называется живущий святым ангелом. И видя вот это, что то ангелы, то Христос, в виде ангела, и он поклонился, а ангелу, представляешь, что это Бог, а Господь говорит, нет. Он знает наши мысли, намерения какие. Так что ничего тут такого нет. А иначе зачем бы он говорил, Петр, я тоже человек, мы и так знаем, что ты человек, нет, ты поклонился как Богу. А в другом месте им хотели Павлу, там, они были с Варнавой, в жертву быков привезти, он вот это, возмутился, мы тоже человеки. Они говорят, нам сочли Боги в образе человеческом, язычники обоготворили. Но это и понятно, то, что они могли сделать, это с человеческими силами не сделать. Так что тут никакого препятствия нет, что поклониться святому, там, или колено преклоненное, еще такого нету. Совершенно нету, что препятствовало бы так понимать. Вот живой Павел, я могу ему поклониться? Живой зашел ко мне. Всегда кланялись. И во всей Библии кланялись, и никогда не было запрета на это. Да я с друзьями здороваюсь тоже кланяюсь немножко. Но внутри, ты понимаешь, это человек. Если ангел, это я кланяюсь как ангелу, Богу, это вопрос другой, превыше всего. Я кланяюсь тебе, Господи Божий наш. А еще тоже, это Вы же говорили, что как так Иван Богослов до ста лет дожил и не знал, кому кланяться, с Иисусом ходил, помните, вроде бы говорили, значит, он знал, кому можно, кому нельзя. Нет, до времени, пока он не открылся. И Господь не открывал себя. Поэтому даже преобразившись на горе в Фаворе, он считается на Фаворе и сказал, чтобы никому не говорили. Почему? Когда узнают, что он Бог, и Бог нераспинаемый, и вдруг умирает, и многие соблазнятся. Они признавали его пророком. Когда в Маус шел, говорят, это как один сильный в слове в деле пророк был Иисус. Они его за пророка как мусульмане считали. И Господь до времени был, когда уже воскрес, тогда пома прямо «Господь мой, Бог мой» говорит. А я вот у друга, ну, у меня друг православный, с бородой, все как положено. Я ему говорю, вот если я вижу, допустим, торговлю в храме, и я хочу священнику сказать наедине хотя бы, да, что торговля – это грех, да, а он говорит, вот если скажешь, что торговля – это грех, это уже осуждение идет. Я такой думаю, в чем тут осуждение, и что это гордыня, прелесть, и то, что нельзя так говорить. Это священническая гордыня и прелесть, они этими словами играют. Господь выгнал, он никого не бил бещами, только торгашей. Дом, дом, молитвы наречется, а не торговля. Почему? Десятины нету. Десятина была бы, это все бы исчезло. Вот у нас десятина, и у нас никогда ничего не продавалось, с тарелкой по храму у нас не ходят, в этом нужды никакой нету. А чтобы торговля была, мы в устав это включили, ни под каким видом. И свящи догорают, а у них там свящи наполовину, эти агарки переплавляют, продают, и даже в этом воровство. Это хищение. У нас за 30 лет ни одного агарка нету. Вот я начальник детского лагеря, 48 лет фактически, и ни одной ложки недоеденного нету. Поставлено? Ты можешь сказать, отлить пока не ел. А если уже налили, ты их глибнул, доедай до конца. И чашки кусочком за три. Это же правило какое, и никто не удивляется. Без платка маленькая девочка у нас на улице не будет никогда. В ограде своей пускай, она будет как хочет. Но на улицу выйти, никак. А я еще помню, когда ходил в православную церковь, я раза три, помню, в обморок падал. Думаю, из-за чего это? Что-то вроде никогда такого не было. Ну, как бы голова кружилась. А потом мне сказали, возможно, это из-за свечей плохих, вот эти, парафиновые, вот эти. Но я точно не знаю. Может, воздуха просто не хватало? Может быть и так. Потому что там церазин, и то, что глаза портит, катаракта, и иконные лики там портят. А у нас чисто воск берется. Аромат. На пасеке покупают воск, и льют, и ставят, льют это, выливают трубочки, и ставят столько свечей, сколько надо. По храму не ходит никто, иконы нигде не ссылуют. Мы могли это сделать. Подняли иконы, и все. Одна лежит икона, и Евангелие там, Библия у нас лежит, аналой это. Подходя к священнику, каждый прикладывается, выказывая свою честь. Люди-то не понимают это. Говорят, ну, а как вы говорите ко кресту? А как, говорит, жертвенник, жертвенник, тебе говорю. И он рассыпался. А жертвенник, на котором приносили жертву, он показывал прообразно на крест. Там был ягненок. А вот огнец Божий, Евангелие от Иоанна 1.29, говорит, вот огнец Божий, который берет на себя грех мира. А там, ягненка на жертвенника, а Христа на крест. Крест, это есть жертвенник, на котором Христос принесен жертву распятием. Тут все на месте. Я простой вопрос баптистам задаю. Скажите, вы верите всему в Библию? Ну, конечно. Давайте первое царство. И вот жители бапсамиста на поле. Они никому не должны, ничего, нормально. И идет к общег из плена. А что там? Говорят, что-то там есть. А ящик, обыкновенный ящик с ручками. Они заглянули и написано, не порадовались. Они не плевали туда. Они, как баптисты, не рубили его, как иконы. Жег и хвалится. И что, Бог убил сразу 50 тысяч и 70 человек. Это во время Курской битвы за один день не погибало столько. 50 тысяч и 70 за день. Они ничего не делали. Баптисты спрашивают, ни один не может ответить. За что? Потому что скрижали Слово Божие, а Христос есть Слово. Вначале было Слово. И скрижали, лежали внутри ковщега, внутри Божьей Матери. Ковщег прообразует Божью Матерь. А вы говорите, у ней был, от Иосифа были дети, то, другое, это вот это кощунство обошлось слишком дорого. Да я сам так говорил. Это я каюсь. Да кто бы ей посмел притронуться рукой, когда знаешь, что ее Господь 5500 лет готовил, пока родилась она. Ну, от Адама до Христа рождения. Да. А еще, знаете, вот интересно, у вас беседа была, вы к Бартистам в дом пришли, и там женщина говорит, а у меня как раз такие вопросы терзали. Ну, как же так? Вроде православная церковь, ну, действительно, у нее есть апостольское преемство, да, историчность, вот это, как бы, они постоянно пользуются трудами святых отцов, а баптисты в проповедях вообще их не знают и не пользуются, ни разу. Я одного только знаю, который использует, но очень мало. Вот три года слушаю проповеди всех баптистов, и никто не пользуется. Кого-то нет у них, ну, у них нет вот этой, они не знают историчности, нет у них связи с Древней Церковью. Ну, вот. И я думаю, как же так? А у православной церкви все пользуются, но у баптистов есть вот эта общинность, вот это, то, что они постоянно Библией занимаются там, да, очень много, постоянно какие-то собираются там, вот. А в православной церкви нет вот этой общинности, как-то постояли все на службе там два часа, устали, ну и разошлись, да. А я еще вот у друга спрашиваю православного, а как православная церковь вот миссией занимается в городе в нашем, допустим, как баптисты, раздают ли они вот эти бесплатно Евангелия, или ходят ли, вон там благовестие какое-то, можно гимн спеть какой-нибудь, да, чтобы людей обратить внимание, еще как-то. Он говорит, нет, это все ваши сектантские штучки, говорит, это все не надо, говорит, есть вот храм, и кого Бог привлечет, тот сам придет, а проповедь, она в храме должна быть, а не на улицах, как сектанты там, да, вот как это понимать? Иоанн Апостолов, 8 глава 4 стих, апостолы были на самом трудном месте в Иерусалиме, она написана, рассеявшиеся женщины, дети ходили и благовествовали, 10-17 криминам, вера от слышания, а не от стояния в храме, а слышание от слова Божия, вот мы проехали, миссионерская поездка была, 120 тысяч километров, 650 остановок, каждый, где мы были, ну, из Барнаула доехали до Владивостока, потом Португалия, Скандинавия, Прибалтика, 650 городов и районных центров получили от нас полный комплект наших книг, нам это обошлось 35 миллионов рублей, вот, и у нас есть благовестие, только, вот, 4 евангелия, которые сейчас это, не нами только было, примерно 3,5 миллиона раздали, миллиона, только мы, вот маленькой общины, мы только вот все в окрест, около 30 тысяч раздали, евангелий, так что, а говорить нигде нету, ну, не совсем точно, а что в большинстве нету, да, так и есть, священник говорит, это он ничего не знает, а что священник, кто не знал, такого и поставили, но ты-то для чего, вот мы, все время у нас идут занятия, идут по скайпу занятия, лично, каждое воскресенье у нас идут занятия, по скайпу, вот здесь, занятия изучения Библии, три раза в неделю, я вам скину все данные, все, а это я знаю, да, меня уже, я уже, меня уже скинул, Никита, Никита скинул, ну, тем более, тем более, я вам скину свои ресурсы, скину свои, где я отвечаю на 4124 вопроса в университетах, в школах, у меня уже есть все ваши тома, все полное забрание сочинений, я еще, и вот в этой беседе с баптистами, вы, это, я только, до меня только тогда дошло, что если человек хороший, если там какие-то исцеления, чудеса, что это еще не признак церкви, оказывается, почему-то мне до этого никто не говорил, вот если бы мне это кто-то объяснял, я, может, никуда бы и не уходил, оказывается, что это милость Божия, вы говорите, свидетельство милости Божией, но это не свидетельство церкви, потому что и мусульмане исцеляются, и буддисты там, и кто-то еще, и, может быть, и узники сторожевой башни тоже, вот, а, как признак церкви, это вот именно апостольское приезд в законное рукоположение, и если бы мне кто-то это объяснил в свое время, мне это никто не мог объяснить, я вот уперся, вот иконы, да, что как-то, я просто, почему меня так травмировали, вот эти иконы, я поездил по паломническим поездкам, и увидел, как люди иконам поклоняются, увидел, посмотрел на это все, как они фотографии прикладывают к иконам, там, кого-то, может, близких, еще как-то прям ползают на коленях перед иконами, ну, я не знаю, мне как-то это не очень, вот, а потом, вы сказали про грех раскола, Корея Идафана, Аверон, да? Да. И оказывается, грех и расколы, это гораздо хуже, чем вот эти все иконы, вот это, какие-то там, еще что-то там, с торговлей храма, что это гораздо хуже, ты просто за оградой церкви оказываешься. Ты вроде бы за святость борешься, это как вот Геннадий Фастер говорит, что Мартин Лютер, если бы остался в церкви, может быть, был бы величайшим святым, да? Да. А так он устроил раскол, и все, и пошел протестантский мир, дробиться, колоться, вроде они впитывают в себя новых людей, и заново дробятся. Я вам просто историю расскажу, именно баптистского братства в СССР, да? Был же всех Б, от него отковался совет церквей, ну, тоже борьба за чистоту, то, что они детей там, ну, вы знаете эту историю. Да, конечно. А потом, а потом совет церквей, уже после вот этого, пережил, знаете, сколько расколов? Пять. Пять расколов пережил. Каждый там свою церковь, вы, мы более чистые, мы туда-сюда, и вот этот, и мини-расколы происходят. Может, в одной общине там, еще на две расколоваться. Я вот сам, мы ездили в церковь, где, как бы, люди были вчера братьями и сестрами, целовались, да, а завтра уже в чужой, все чужие. Это трагедия, трагедия. Вот. И я понял, что грех раскола, надо в церковь возвращаться, правда, не знаю, как это все, выносить на членское собрание, я не знаю, как это все происходит. Хорошо. Вот если спросите, баптистов, скажите, вот я в университете, когда вел занятие, я грифель доску расчерчиваю, вот здесь будет у нас преступление, а сзади наказание. Вот. 10 суток за что дают? Ну, там, заматерился, год, ну, такое там, курицу своровал, и так дальше. Ну, и смертная казнь, везде. А вот, живем в ад, а такого нету, есть, 16 глава чисел. За что? Они люди отменные были, они никого не хулили, так, чтобы Бога там истинного. Раскол, самое страшное, потому что, церковь, это тело Христово, это распинатели. И только в одной Америке, вот у меня американец тут заходил, мы беседовали, он говорит, 21 тысяча разных динаминаций, там, конфессий, ну, это слова вы знаете. Джастис Волкер, да? Джастис Волкер. И вот, 21 тысяча, все стоят, ни у кого икон нету, мощей нету, а сатана раздирает и раздирает. А мы знаем, мощь и все эти, никуда церкви не отходим. Мы здесь трудимся, потому что она церковь, им основанная. Вот лютер такой, у меня есть фотография одна здесь, ну, картины. Когда лютер женился, он монах. Богу давал торжественное обещание. И монахиню из монастыря взял и шесть детей нажил. Он богоотступник. Он хулитель. Как это можно так? Вот мне ко мне иногда приходят, ну, дал обещание Богу, там, не жениться, то другое, и монахом стал. Ну, а потом встретилась такая фигура, что понравилось, и ко мне приходят, вы же против монашества. Я никогда против монашества не был. Я за монашество, двумя руками, но только чтобы они шли и проповедовали Евангелие, ничем не связанное. И вот здесь я говорю, я разве говорил против монашества? Никогда. И поэтому, раз ты дал обещание Богу, все, вопросы сняты. Да. И поэтому все кончено, обрезано, завязано на три узла, если дал обещание. А пока не дал, почему ты меня тогда не спросил? А это перед Богом. Не спеши давать, Библия говорит, Экхлесиас говорит, ты на земле, Бог на небе. Мне нередко обращаются, там одна, и мы дали, знакомые были, чтобы до свадьбы у нас еще не было, и в ночь, перед свадьбой, они совокуплялись. А теперь, охает и ахает, он за другой там где-то, что-то, она не может ничего сделать, буквально давится ревностью. И каждый раз одно и то же. Он в командировке долго был, у тебя какие подозрения? А что он долго был? Ну, он кормили с семьей, и вот она работает, то есть она с ума сходит буквально. Вот и все. А то бывает, во время менструации муж к ней лезет. Да как ты могла допустить до себя? Это же скотина не делает. А еще, знаете, Игнат Стехнович, вот протестантизм, молодежь увлекает, как бы, соблазнение западным благополучным образом жизни, потому что они считают, вот у нас вот православная церковь, и у нас такой беспорядок. А там, смотрите, протестанты, и там такое благополучное общество. И на меня это как-то подспудно влияло. Но потом я посмотрел ваш фильм, называется «Златоустность потеряетки». Ну, не ваш, кто-то про вас снимал. И вы говорите, я был в Америке, не дай бог нам построить такое общество. И я такой, ну, такого я еще не слышал. Ну, и там ничего духовного, только все, говорит, Брай. Ну, и действительно так вот. Во что сейчас Америка превратилась, она, ну, как бы, пробивает везде вот эти садомитские, ну, я не знаю, это на Ютубе потом не забанят, вот это. Ну, вы поняли, да, что везде разврат, как бы, Голливуд оттуда все. Ладно, Игнат Тихонович, все. Благодарю вас. Когда был в Лос-Анджелесе, я в Голливуде был там тоже. Водили меня. Ну, что же говорить-то? Мирские люди. Мирские. А духовно можешь не рассуждать. Они считать совершенно не любят. Вот самые маленькие полстранички тоже тяжело. А мы такие тома ворощаем. Ладно, Игнат Тихонович, благодарю вас, прям, что уделили время. Я так рад, ну, как бы, у нас часовые пояса разные. А у вас кто-нибудь в Московской области есть из ваших там? В Московской области? у нас есть в Москве. Есть, да, кто-то у нас? Да, конечно. Просто может, там, как-то контакт не обменяться. Я вам скажу по скайпу сразу. Заходите. Николай Астахов. Николай Астахов? Да, вы сразу на него выйдете. Все, надо записать. Николай Астахов. Он у нас нынче здесь был, работал здесь. Ага. А вот если в Казани будете, Казань, вот там Семенов, Семенов Вячеслав. Это очень... А он из Казани? Я знаю только его канал, а вот что он из Казани, я не знаю. он здесь участвует, когда был. Он каждые лет приезжает сюда поработать. Каждые лет. Замечательно. Все, записал. Да, с женой и с отцом приняли крещение были. У нас только в озере, только полное, троекратное и бесплатное. Ну, все. Прошу тогда, может, за меня там помолитесь. Понятно. Вань, меня Иван зовут. Да, я вижу. Ну, храни вас, Господь Иван. Когда будут какие-то вопросы, вы знаете, в какое время ко мне можно заходить, звонить. С четырех ночи до четырех дней Москвы. Все, благодарю. Спасибо, Христос. У нас из Москвы там еще есть люди, вы найдете. Ну, держитесь этого края, где вот прибились. Я сейчас посмотрю, у меня где-то тут даже фотография была, как тысячелетнее царство изображается схематически. Да, да, да. Я видел, видел. Да, да. Ну, вы все знаете, еще я буду мешаться вам. Ну, все, дай Бог вам здоровья. Храни Господь. Вы не против, что наши беседы выставляются в интернет? Не против. Ну, Бог с вами. До свидания. Все. Благодарю. Аллилуйя.